Из воплощения в воплощение мы ходим по кругу, пока однажды не зададим себе вопрос «Кто я? Для чего я пришёл на Землю? Откуда и куда иду? В чём смысл моей жизни?» И с этой точки начинается пробуждение души. Появляются в нашей жизни люди, книги, обстоятельства, ситуации, которые несут информацию с ответами на эти вопросы. В этот момент перед нами раскроется зеркальная стена, которая будет, как на экране кинотеатра, показывать картинки с нашим портретом, открывая всю правду о нас. И наше эго будет страдать и звать назад в колесо сансары, а душа — ликовать и протягивать сверху спасительный трос. И мы подойдём к точке невозврата, в которой должны будем сделать самый главный выбор в своей жизни. Либо пойти на поводу у эго и вернуться в кольцо, чтобы ходить по нему ещё ни одно воплощение, через решение и испытание, не понимая, что ищешь. Либо по зову сердца ухватиться за протянутый трос и с радостью, принимая тесты судьбы, подниматься по нему всё выше и выше, проходя виток за витком, превратиться в сосуд-чашу, готовую наполниться энергиями любви, радости, чистоты, лучезарности, созидания, творчества, умиротворения, счастья. И когда чаша будет достаточно наполнена, то через её край прольются светлые лучи нити, за которые смогут ухватиться новые кольца просыпающихся сознаний. А для этого нужна такая малость, всего лишь найти смелость, чтобы устоять у зеркальной стены, показывающей все наши изъяны и недостатки, признать тот факт, что они у нас есть, и заменить на противоположные им достоинства. Чревоугодие и обжорство нужно заменить на умеренность в пище и удержание, блуд, похоть на целомудрие и честь, алчность и жадность на щедрость, гнев, ярость на доброту и любовь, уныние, ленность на веру и усердие, зависть, ревность на милосердие и искренность, гордыню и тщеславие на благоразумие и смирение. Однажды маленький мальчик пришел к своему отцу, чтобы поиграть и пообщаться с ним, но тот был очень занят подготовкой какого-то важного доклада. И чтобы чем-то занять своего сына, он вырвал из журнала яркий лист с картой мира, разорвал его на кусочки и отдал мальчику с предложением собрать карту по новой. На удивление папы задание было сделано очень быстро, и он спросил, как же тебе это удалось, сынок, выполнить в столь короткий срок? Малыш ответил, что с обратной стороны листа был нарисован человек, которого ему было легко сложить, и добавил, если человек будет правильный, то и мир будет правильный. Да, устами младенца глаголит истина. Субтитры сделал DimaTorzok